От души вновь рада приветствовать всех гостей моего кулинарного канала! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного домашнего сыра. Сыр готовится всего из трех ингредиентов. Получается очень вкусный и ароматный. С приятным молочным вкусом! Кому понравится этот рецепт, поддержите этот видеоролик вашим лайком и комментарием. Для начала в глубокую тарелку разбиваем 4 куриных яйца и всыпаем 1 чайную ложечку соли. Хорошо перемешиваем. Теперь в яичную массу добавляем 300 грамм сметаны. Сыр я буду готовить с магазинных ингредиентов, но если у вас есть возможность приготовить сыр с домашних, сметаны, молочка, то он получится еще вкуснее. Если все же вы покупаете сметану и молоко в магазине, то лучше брать с высокой жирностью. Теперь в глубокую кастрюлю вливаем 2 литра молока. Кастрюлю ставим на плиту только не на сильный огонь, а на средний, чтобы молочко внизу не пригорело. И доводим молоко до кипения. Как только молоко начинает закипать, постепенно вводим сметанно-яичную массу. Теперь непрерывно нужно все время помешивая, довести эту массу до кипения. Молоко снова должно закипеть и проварить его нужно на среднем огне еще 5 минут. Как видите, сырная масса уже начала отделяться от сыроводки. Еще проварим 5 минут и будем сцеживать. Процеживать творог можно через сито или через марлю. Сыворотку я никогда не выбрасываю. Переливаю ее в бутылочку и отправляю в холодильник. В такой сыворотке получается отличное тесто для пирожков, для беляшей, а также для пиццы. Можно сыр оставить в дуршлаге или в сите, а также можно перенести его в форму для сыра. Также на этом этапе, если хотите, можете добавить ваши любимые специи, либо же чесночок с зеленью. Тоже получается очень вкусно. По этому рецепту сыр получается не соленый, а с приятным молочным вкусом. Если вы хотите получить сыр более соленый, сделайте для него рассол и оставьте в рассоле. Я думаю, нет ничего вкуснее еды, приготовленной своими руками из натуральных продуктов. Пробуйте, готовьте сыр по этому рецепту, уверена, вам и вашим близким очень понравится. Всех вас благодарю за вашу поддержку, за ваши подписки, ваши лайки, ваши отзывы после приготовления и комментарии. Если вы хотите получить соленый сыр, то приготовьте такой рассол. С расчетом на 1 литр воды добавьте 5 столовых ложек соли и доведите рассол до 80 градусов. Подогрейте, чтобы он был горячий, чтобы соль хорошо растворилась. Затем готовый рассол нужно будет остудить, чтобы он был холодный. И только в холодный рассол опускаем в головки сыра и ждем уже 2-3 дня, и он хорошо просолится. Ну а я на этом буду заканчивать свой видеоролик и ненадолго с вами прощаться. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписался. И не забывайте нажимать на колокольчик для оповещения о новых видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok